Вы знаете, я более чем уверен, что нынешняя амнистия не будет, конечно, напоминать амнистию, которая была знаменована в 1953 году, когда огромное количество криминала вышло на улицы, из-за чего преступность в Советском Союзе, конечно, существенно выросла. Безусловно, в данной амнистии, по мнению нашей фракции, есть подводные камни, потому что далеко не все те люди, которые могли бы выйти на свободу в честь этого великого праздника, к сожалению, смогут на нее выйти. Сегодня мы вносили неоднократное предложение о том, что есть огромный пласт людей, которые совершили противоправные действия по неосторожности, единственный раз в жизни. Их ущерб от этих противоправных действий составляет минимальный. Но, тем не менее, эти люди, к сожалению, останутся в местах лишения свободы. Также, что касается 282-й статьи по экстремизму, где огромное количество осужденных именно русских по национальности, также данный пункт амнистии, к сожалению, не был принят Государственной Думой. По мнению всего прочего, есть отдельные пункты амнистии, где решение будет зависеть непосредственно от начальника колонии. Есть ли какие-то нарушения у заключенного или нет заключения, то здесь будет элемент коррупционной составляющей, насколько мы можем это видеть. Но, в целом, в любом случае, этот великий праздник должен, конечно, остаться в умах наших граждан, не только как великий праздник 70-летия Великой Победы нашей, но и как какой-то все-таки подарок, шаг государству навстречу тем людям, которые сидят в местах не столь отдаленных. Ведь мы знаем, какое количество у нас оправдательных приговоров выносится. Порядка процента-полутора на все уголовные дела. И порой виновными оказываются те, кто соворовали колоски, а те, кто воруют вагонами, к сожалению, остаются на свободе.